Боллс Интерактив представляет Продукция компании Coast Dog Films Фильм Аманды Мюррей Расслабься, ты в безопасности Прости Но я должна уйти Не иди за мной Туда, куда иду я Я не хочу, чтобы шла туда, где была я Или видела то, что видела я Я знаю, что покинула тебя Может быть, однажды мы сможем быть снова вместе Но пока Прости И сгустились тучи Вашингтон Ирлинг однажды сказал Слезы священные Они не признак слабости А силы Они говорят красноречивее, чем 10 тысяч языков Они посланцы огромного горя Сегодня мы оплакиваем Эмили Мы оскорбим о ее жизни, которая закончилась слишком рано Мы жалеем о несказанном О том, что могли сказать Но у нас не было возможности попрощаться Она звонила тебе? Нет, а тебе? Нет Когда ты после нас говорила с ней? Шесть месяцев назад Время летит так быстро Я знаю Субтитры сделал DimaTorzok Ты думаешь, она обвинит нас? Нет Конечно нет Зачем это ей? Я так сожалею о вашей утрате Мы сожалеем Спасибо Спасибо вам, что пришли Я уверена, что ты многое значила бы для Эмили Она была нам очень дорогая Да Кристина, ты не могла бы мне кое-что сделать для меня? Конечно Подвеска, которую носила Эмили Когда она мне подарила ее мать Я хотела убедиться, что она не пропала Но я не могу удержаться туда Конечно Я подумала Я заберу ее Я заберу Не беспокойтесь Спасибо тебе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Я рада, что ухожу отсюда Это страшное место И меня очень жаль некоторых пациентов В школе мне сказали, что я бы не спешила и полностью восстановилась Но я им не верю Я не позволю себе потерять работу Я притворяюсь, что лучше, чем на самом деле чувствую себя Я не могу избавиться от того чувства, что меня преследуют тени Я чувствую себя в опасности, как будто жизнь подходит к концу Я говорю всем, что у меня все в порядке Но когда я закрываю глаза, надо мной сгущаются черные тучи У меня так пусто на душе Сколько мне еще носить эту маску? 21 мая Мне так страшно Я кое-что узнала о девушке, которая пропала из клиники Я не хочу верить в это Я не могу писать об этом 26 мая Я сказала Доминик, что все знаю Она пыталась успокоить меня Она говорит, что я все выдумываю Но я знаю, что это правда Я не могу сказать Что я Roz норина Вот что я Это правда Я знаю Я знаю Субтитры сделал DimaTorzok 29 мая Меня окружает темнота Я никому не могу говорить об этом Я даже не знаю, что сказать Мне нужно остерегаться людей Мне кажется, что за мной следят Субтитры сделал DimaTorzok Только не говори, что ты уезжаешь завтра Я не могу здесь находиться Мне нужно вернуться Ну хватит, мы же что лет не виделись Ладно, продлю квартиру еще на пару дней Но ничего не буду обещать Супер, я знал, что ты останешься Я хочу поспоминать Эмили вместе Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кто там? Кто там? Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Представьте, что вы там сейчас. Отлично, Кристина. Чем глубже вы заходите в лес, тем глубже вы погружаетесь в себя. Я смотрю в зеркало и ненавижу себя. Я чувствую отвращение. Что напугало вас недавно? Я видела призрака. Уверите в призраков? Да. Сомневаться неплохо. В конце концов, это всего лишь плод нашего воображения, воображения наших переживаний и вины. Тогда почему я видела его? Наше сознание давит нам видеть то, что хочет. Вы верите в жизнь после смерти? Да. Вы считаете, что нужно продолжать, когда все кажется безнадежно? Да. Расскажите мне о своих отношениях с родителями. Извините, нужно ответить. Это плановый звонок от клиента. Пожалуйста, подождите здесь, я скоро вернусь. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Иди сюда DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сюда, Кристина Сюда Иди сюда Иди сюда Сюда Иди сюда Иди сюда Я понимаю, конечно Но не могли бы объяснить мне, почему вам кажется, что с вами говорит умерший человек Она не говорит, она засовывает мысли в мою голову Как это влияет на вас? Я чувствую ее, особенно по ночам Как будто за мной постоянно следят Раньше она говорила приятные вещи Но сейчас ее слова меня пугают Боюсь, что ваша воображаемая подруга очень сильно влияет на ваши эмоции Воображаемая Она так же реальна, как и вы Пожалуйста, Эмили Продолжайте говорить со мной Эмили Важно, чтобы вы мне пояснили Я не могу Почему нет? Потому что Она стоит у вас за спиной Агнес Эмили Эмили Здравствуйте, добро пожаловать Преподобный Питер Просто Питер, пожалуйста Вас зовут Кристина, не так ли? Чем я могу вам помочь? Я хотел бы задать вам несколько вопросов Ну, после пережитого горя люди часто ищут ответы Дело насчет Эмили Я бы хотела получше понять, что произошло После такого члены семьи и друзья могут испытывать разные чувства Но очень часто чувство вины Эмили говорила, что видела в деревне призраков Я тоже их видела После такой смерти это происходит довольно часто Даже у тех, кто не верит в понормальное явление Я тоже так думала, что здесь происходит что-то другое Может быть, это как-то связано с историей про Агнес? Агнес? Это местная легенда Все произошло в 18 веке Она работала прислугой в поместье Лорда Ее родители приехали сюда на работу из Швеции и привезли ее с собой В Эстонии говорится, что у нее была интрижка с Лордом Узнав о ее беременности, он испугался, что она захочет узаконить их отношения В то время все было совсем иначе, конечно же И что же она сделала? Когда она отказалась уходить, он просто вышвырнул ее Это было очень жестоко Даже родители не помогли ей У одинако беременной женщины было немного вариантов в то время Оставшись без всякой надежды, она бросилась в озеро в поместье Лорда Она утопилась вместе с нерожденным ребенком И отсюда пошли истории о призраках Спасибо, Энн Пока Не совсем Говорят, что своей смертью она прокляла это место И что ее душа возвращается, заставляя молодых женщин убивать себя Ну, естественно, все это просто чепуха Но здесь происходит больше самоубийств, чем в других местах Да, в некоторых местах происходит больше самоубийств, чем в других Печальная правда в том, что на самом деле самоубийств больше, чем вы думаете А такие легенды только усугубляют ситуацию И влияют на разум людей Александр постоянно говорит об этом, но какой в этом смысл? Он потомок Лорда Он живет здесь, в деревне? Да, и их семья живет в этом поместье уже несколько сотен лет Не стоит говорить с ним об этом Такое лучше не слышать, когда вот так теряешь подругу Он еще и нагрубить может А вот так хорошо Я знаю, что это будет Здравствуйте, Александр? Да, что вам нужно? Думаю, что сегодня я встречалась с вашим коллегой, Доминик. Она говорила, что вы работали в клинике. Я надеюсь, что смогу задать вам несколько вопросов. Да, конечно, заходите. Спасибо. Это моя подруга Эмили, она недавно скончалась. Да, я работал в клинике, когда ваша подруга лежала там. Но исключительно в качестве советника. Я не могу прокомментировать ее лечение. Советником в клинике? Да, я работал хирургом, и уже много лет назад вышел на пенсию. Иногда меня приглашали в качестве советника команды психиатров. А почему клиника закрылась? Серия исчезновений пациентов. Суициды. Это продолжалось на протяжении многих лет, в итоге ее закрыли. Были ли другие причины? Там хорошо решили людей. Но само здание было проклято. Значит, вы верите в проклятие? О, да. Над этим домом сотни лет назад сгустились черные тучи. С тех самых пор, как мой предок по глупости обрюхатил свою недалекую служанку. Вы живете здесь один? Ну, уже, да. Моя жена скончалась много лет назад. Я бы переехал отсюда, но я верю, что проклятие меня не покинет. Вы считаете, что проклятие будет бесследовать вас? О, да. Точно так же, как я уверен в том, что я навлек проклятие на клинику. На всех этих беззащитных людей. Это злой дух. Он охотится за теми, кто эмоционально открыт для него. Вы когда-нибудь видели ее? Конечно. Она преследует этот дом уже многие годы. Выжигая жизни с каждого, кто живет под его крышей. Преподобный, должно быть, не рассказал вам все истории, не так ли? Мой предок был высокомерным человеком. И он был не менее глуп. Человек в его положении никогда не должен был даже приближаться к своей прислуге. Это же служанка. Наверное, из вершипетского происхождения он нашел в ней что-то экзотическое. Продолжение следует... Продолжение следует... Обычно такие вещи решаются тихо. Но по какой-то причине она решила, что он признает себя отцом и ребенка. Крайне неразумная идея в те времена. И безусловно, ей пришлось уйти. Как ты можешь так со мной поступить? Как ты можешь так поступать со мной? Я ношу твоего ребенка. Я хочу так с этим. Окей! Я гориру, но я хата тебя, потому что ты справишься от меня! Остальная прислуга отвернулась от нее. Никто не помог ей и в деревне. Одинокая и без семьи, у нее не оставалось выбора. Говорят, что душа помершая. Стояние гнева оставляет проклятие. И вот в тот день Агнес прокляла всех нас. Люди верят, что она была причиной всех этих смертей? В этом доме очень тщательно сохраняются все архивные записи. Так делают во всех всех лекарственных имениях. Все дело в фазах Луны. Примечательно, что в ночь, когда умерла Агнес, на небе появилась кровавая луна. Лунное затмение? Именно. Через два года про Агнес и два вспоминали. Пока на небе не появилась следующая кровавая луна. В ту ночь служанка крылась, что видела Агнес. На лестнице. Она что-то шептала ей. В шли дни, и эта самая служанка начала терять рассудок. Она утверждала, что Агнес говори с ней, куда бы та ни пошла. На следующее утро управляющий поместьем нашел эту служанку, повешенную на дереве. С тех пор мы боимся появления кровавой луны. До сих пор. Позвольте мне показать вам кое-что. Вон там был дом, где жила прислуга. Что произошло? Я сжег его до основания. Одна из моих работниц начала жаловаться, что по ночам видит в доме женщину. А это стало последней каплей. Она возвращалась после этого? Я осыпал территорию округ дома с солью, после этого она не возвращалась. Ее видели в деревне? О, да. Ну, озеро, где она умерла. Настоятельно не рекомендую вам ходить туда. Я лишь хочу выяснить, имеет ли она какое-то отношение к тому, что подошло с моей подругой. Я надеюсь, что она ведь ответит на свои вопросы. Но на вашем месте, я бы покинул это проклятое место. Продолжение следует... Привет. Здесь кто-нибудь есть? Продолжение следует... 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 Это наше место. Что ты ищешь? Пока точно не знаю. Может, стоит посмотреть с другой стороны? Может, вход здесь? Ты думаешь, это хорошая идея? Подержи. Я не думаю, что нам стоит туда идти. Шарлотт? Она здесь. Шарлотт? 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 шарлот что ты делаешь шарлот пойдем я с тобой пойдем шарлот мы уже почти вышли пойдем вот и все идем вот и все почти пришли почти пришли давай идем пошли мы уже почти пришли шарлот уже почти все уже почти все уже близко шарлот 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 что вы делаете сейчас выведу вас из этого состояния три-два-один все хорошо расслабьтесь успокойтесь свердитесь мыслями мне кажется у нас есть прогресс мы еще не подобрались так близко во время сессии но все равно впереди еще много работы все было настолько реально это и до седативных веществ но они также говорят о том что мы уже близко подумайте внимательно над этим кристина знаю что препараты которые вам давали будут мешать концентрации но важно чтобы вы вспомнили почему я видела призраков в виде призраков часто выступает то что нас тревожит в вашем случае вами дают покой чувство вины перед шарлотой оно присутствует вас другой форме а почему я же видела вас очевидно что воспринимаете меня как слабого оппонента не способного справиться с вашими чувствами это лишь выражение вашего недоверия и борьбы с авторитетами вас это было с самой первой сессии это нормально я уже привык к определенному уровню недоверия от любого кто входит в эту комнату особенно у человека с таким ужасными воспоминаниями ну что попробуем еще раз слушайте мой голос когда я досчитаю до одного вы вернетесь с глубины своего разума где все ваши мысли будут понятны три два один суть брака заключается в том чтобы доверить самого себя заботе другого человека ну что за красотка да она выглядит просто великолепно хотел быть быть на ее месте Эмили и Сэму жить любви и радости но также помнить оценить радость любовь и дружбу которые наполняют наши жизни но еще важнее то что в это путешествие они направляются вместе в том числе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты в порядке? Все хорошо? Да. Я в порядке. Точно? Ты выглядишь немного в хлам? Да. Я следила за теми ребятами, с которыми общается твоя подруга. Я слышала, что они те еще уроды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они спрашивают, не хотят ли мы пойти куда-нибудь еще после. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, не знаю. Ой, ну ладно тебе, мне так скучно. И еще у меня скоро будет что-то интересное. Ну, не знаю. Давай еще по одному. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты точно уверена? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно. Да что может случиться? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, осторожно, осторожно. Пойдем-ка отсюда. А где Шарлот? О, Шарлот, не беспокойся. Пойдем со мной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА